сегодня мы снова у меня дома записываем лекцию про военный дизайн всяких нацистов и прочее с очень милой кифичкой вот кифичка она иногда будет присутствовать в кадре надеюсь вы ее видите сейчас ее поближе кифичка вовремя мяукнула а теперь переходим непосредственно к лекции поговорим как я уже сказал о дизайне военного времени почему этот период очень интересен вот то что происходило перед самой войной в области проектирования то что происходило во время войны и после это интересный переломный момент когда в европе после войны после второй мировой войны возвращаются вновь к модернистским принципам проектирования то есть упор снова делается на утилитарности и функциональности помните на прошлой лекции мы говорили о том что в тридцатые годы во многих странах от функционального проектирования в духе модернизма все эти конструктивизм и функционализм и прочее переходят к неоклассики арт-деко то есть к большему декорированию уходу от ценностей модернизма и война во многом заставляет эти страны искусственным образом вернуться к переосмыслению наследия функционалистов конструктивистов которые разрабатывали свои теории в двадцатые годы и даже некоторые ранее некоторые чуть позднее занимались сейчас мы поймем почему это произошло зачем они вновь переосмысляют эти тенденции кстати говоря в советском союзе переосмыслять тенденции модернистов начали уже после 55 года как думаете почему ну потому что сталин умирает только в пятьдесят третьем году из пятьдесят пятого года выходит постановление об устранении излишеств это было уже при хрущеве у нас было целых десять лет еще целых десять лет неоклассики в то время как германии уже сформировался комплекс по поводу стиля третьего рейха так называемого стиля третьего рейха советском союзе продолжали строить высотки огромные дома здания дома специалистов в духе сталинского ампира в духе стиля победителей ну почему так потому что сталинские ампиры это действительно стало чем-то но объектом желания советский союз оказался одной из стран которые победили нацизм и это довольно очевидно что стиль авторский стиль сталина которую навязывал во многом которую сам во многом и формировал стал во главу угла в советском союзе вплоть до его смерти это интересные процессы сейчас давайте перейдем к первому слайду начнем с англии в англии военный период начинают производить вот такие вот клетки мне кажется довольно очевидно по фотографиям для чего они предназначались где использовались 38 год к войне уже готовятся массовая промышленность начинает запускать в план вот эту вот клетку которую можно ставить дома причем обратите внимание на фотографиях она позиционируется в таком очень чистом аккуратном интерьере все в этом интерьере должно было говорить вам что ничего вашей жизни не изменится вашей жизни только появится вот эта вот клетка в интерьере днем когда вы не спите ее можно накрыть например скатертью какой-нибудь красивый и превратить в стол все должно было вам говорить что скором война пройдет чтобы вы ощущали мирную жизнь которая была до войны и чтобы вот это вот ядреная такая и довольно суровая клетка которая не может быть не суровой потому что она защищает вас от падения балок дома например да и от попадания каких-то от снарядов что вот эта клетка скоро уйдет из вашей жизни и останется только милый интерьер и всем же совершенно очевидно что вот эти вот тарелочки которые стоят на стеллаже они при падении могут просто осколками вас травмировать что этот стеллаж конце концов может рухнуть на вас картинка который висит над клеткой в этой клетке могли разместиться примерно три человека такая стандартная семья если ребенок не слишком полненький то наверное два ребенка и может быть и три ребенка туда можно запихать сетка вас защищает от каких-то небольших больших вернее осколков сама по себе конструкция выдерживает довольно большую нагрузку показала кстати говоря свою эффективность эта клетка из 100 случаев всего несколько людей погибли испытывали уже на реальных условиях это эти люди считаются что не очень грамотно использовали ее они неправильно ее ставили или вы уже в дом попадал прямой наводкой снаряд и конечно в этом случае выжить было невозможно эту клетку не бесплатно давали не если по каким-то субсидием и льготом то в конце войны надо было выплатить определенный процент от них не полную стоимость а определенный процент сделано таких клеток было более двух миллионов довольно приличное количество особенно для военного периода и военной экономики но другой более популярной клеткой что ли не знаю таким вот сарайчиком был приют андерсона если предыдущая клетка ставилась именно в квартире и вы туда должны были лечь спать каждую ночь потому что часто люди страдали ночью не успевая укрыться в бомбоубежище они просто подвергались артобстрелу и погибали под руинами своего дома то вот такая клетка она ставилась во дворах для тех у кого нету подземного бомбоубежище те кто не успел его сделать они могли приобрести подобное сооружение туда уже умещалось около пяти человек побольше тоже 38 года проект холодные неуютные понятно что там зимой на улице долго вы там не просидите но довольно прочная и устойчивая такой бюджетный вариант понятно что вырыть бомбоубежище гораздо дороже чем купить такую клетку тоже ничего как говорится но войне многие средства хороши и такая такое бомбоубежище оно могло спасти людей и это уже стоило того чтобы его распространять их было произведено как я сказал больше я сейчас не помню сколько точно тоже несколько миллионов тоже продавалось не за бесплатно вот интересно в советских журналах в предвоенный период 38 год 37 год примерно начинают очень быстро появляться проекты бомбоубежище ранее такого не было чтобы в таком большом количестве они публиковались вот я лично пересмотрел несколько журналов ну вот например архитектура ссср где с 38 года публикуются подобные проекты и мне кажется это одно из доказательств что в общем то советский союз готовился к войне неспроста все эти бесконечные бомбоубежище и рассказы о военной архитектуре они печатались в таких серийных журналах причем вот это бомбоубежище это же не для простых людей сделано это бомбоубежище в доме специалистов в доме специалистов которые строились по главным проспектам которые формировали эти главные проспекты ну для студентов знаком например проспект стачки я думаю для многих московский проспект в петербурге сапсониевский проспект то есть для каких-то профессоров для номенклатуры советской людей не простых не пролетариата и эти бомбоубежища порой были более комфортные чем сами квартиры вы посмотрите какие здесь душевые кабины какие-то сушилки раздевалки здесь очень много чего есть в этом бомбоубежище таких удобств иногда в квартирах то не было а что там уже говорить про деревянные бараки как называют настоящие сталинки в которых удобства часто были просто на улице даже туалет был на улице и вот подобные бомбоубежища для домов специалистов не сказать что все было реализовано но тем не менее это довольно показательный пример что она делает это довольно забавная история про объекты желания как это люблю называть вот объекты желания в разные времена были разные в америке перед войной объектом желания стали нейлоновые колготки они стали жутко популярны в некоторые заведения даже не пускали без нейлоновых чулок но войну весь нейлон в америке пошел на военные нужды и просто колготки производить уже конечно никто не брался ну это расточительство материала зачем это делать и поскольку нет нейлона нет чулок не продаются они а вот знаете вот уже перед войной многие хотели эти чулки ну там кто-то не мог себе позволить кто-то покупал и им не хватало этого а тут хоп и резко нет нейлона и конечно же это стимулировало еще больше желание купить их надеть их приобрести их и появляются салоны появляются краски которые изображали на ногах нейлоновые чулки вот сейчас мы посмотрим она рисует себе нейлоновый чулок на ноге вот здесь вы видите прям даже швы рисуются все очень тщательно прорисовывается тут забавная история а вот это вот значит счастливые женщины в салонах которым рисуют нейлоновые чулки я не знаю были случаи чтобы мужчинам рисовали видимо были какие-нибудь ровести и прочее ну вот в основном конечно женщины были посетительницами этих салонов и салон такие довольно комфортные все это очень странно выглядит конечно сейчас поэтому они долгое время не держались это буквально на один день на один приход в какую-нибудь организацию в которую не пускают без нейлоновых чулок и чулки имеют особенность рваться поэтому даже те кто успел до войны приобрести эти чулки наверняка ходили по салонам им тоже вырисовывали вот эти вот прям видите резиночки даже нарисованы выглядит странно откровенно говоря еще один пример но уже после военной мы так будем немножко скакать потому что у нас там сгруппирована одежда сгруппирована графика в отдельные темы вот это к теме одежды сорок шестой год закончилась война только-только мир еще весь в огне разрушенные города погибшие люди миллионами исчисляются америка испытывает ядерное оружие активно ну вы знаете что в общем-то война для Америки закончилась бомбежки Хиросимы и Нагасаки два города были полностью стерты с лица земли ныне восстановленные процветают и Америка продолжила испытывать продолжила испытания ядерной бомбы в различных частях мира ну чтобы показать миру свою мощь и в частности конечно Советскому Союзу и вот в эту гонку вооружений с этого момента активно вступает Советский Союз и тоже изобретает ядерную бомбу тоже там везде бубухает ее там на Новой Земле Семипалатинские всякие царь-бомбы в общем чего только там не взрывали сколько только ядерных бомб не было взорвано и один из дизайнеров Луи Реарт в 46 году решается на такую провокацию что ли наверное он делает не просто бикини то есть минимальное количество тканей на женщине такие вот бюстгальтер с трусиками которую рекламирует Мишель Бернадини тоже очень известная в свое время женщина такая вот с улыбочками счастливая с коктейлем расхаживает в этом бикини перед оператором не просто он раскрепощает что совершенно логично произошло после войны это очевидно во всем люди раскрепостились люди не хотели больше войны это знаете как занимать сексом вместо войны вот это примерно то же самое этот лозунг вполне себе можно применить для дизайна послевоенного раскрепощение происходит не только потому что как мне студентка сказал что экономили ткань и поэтому решили что надо по минимуму ее использовать нет раскрепощение здесь связано именно с высвобождением человека с нежеланием больше воевать желанием жить мирно ну хотя бы небольшое количество времени понятно что войны продолжились многочисленные от этого человечества до сих пор не ушло вот луи он берет и довольно нагло изображает на трусиках и на бюстгальтере вырезки из газет того периода которые говорили об успешных испытаниях американской бомбы ядерной на атолле бикини то есть вот весь этот принт который увидите он весь состоит из надписи газетных названий даже на фотографии там можно кое-что разглядеть вот этих вот испытаний это довольно забавно как на трусиках оказывается вообще ядерный грипп как это вообще возможно мне кажется это очень крутая ирония и очень крутой пацифистский жест который заслуживает внимания это были первые бикини понятно что потом уже перестали изображать там какие-то ядерные взрывы и появилась куча моделей бикини но вообще для Америки военного периода характерна вот такая вот история в моду конечно же входят в комбинезоны такая рабочая одежда но в числе таких пикантных что ли интересных моментов была рекомендация сократить длину юбки не выпускать юбки и платья ниже колена и вот здесь как раз таки не потому что вы оголите женские ножки а для того чтобы экономить ткань еще была рекомендация не делать более если сейчас не ошибаюсь более трех карманов на одежде чтобы тоже не расходовать лишнюю ткань и таким образом экономился материал для военных нужд вот видите на этом плакате любимица американцев Элеонора Рузвельт кстати говоря на этом плакате она довольно молодая изображена в годы войны она уже выглядела постарше и вот чтобы знаете красивая она молодая была в этом есть конечно же тоже история про Америку да когда мы любим красивых людей не любим некрасивых и вот здесь она изображается максимально в таком вот расцвете сил и призывает американцев простых американцев выращивать на своих огородах капусту, морковочку для нужд военного фронта и это сработало поскольку ее любили в Америке вот смотрите ее пример последовал около 20 миллионов американцев и это дало плюс 40 процентов к основному овощному урожаю страны и все это шло на военные нужды на фронт и здесь никто не заставлял никто не ставил за град отряда что ни шагу назад иначе вас убьем это просто призыв знаменитой женщины что-то сделать и американцы ему последовали это развитие рекламы рекламы в капиталистическом обществе ну теперь немножко о крамоле поговорим всем знакомая форма это форма третьего рейха спроектирована Карлом Диббичем в Германии забавно все знают Хьюго Босс компанию и вот Хьюго Босс как раз таки сформировался военный период до этого у Карла Диббича и Вальтера Хека была совершенно небольшая компания на несколько человек которая сшила одеждам рабочую и почему-то именно им здесь я точно не знаю это можно почитать поподробнее я думаю где-то даже в интернете почему-то именно им третий рейх доверил выпускать всю форму эсэсовскую и прочую сразу же это производство назначили закрытым и до сих пор если не ошибаюсь или по-моему недавно только Хьюго Босс в десятые годы выплатил все деньги которые он там еврейскому народу выплачивал полякам и другим за то что они сотрудничали с третьим рейхом то есть Хьюго Босс компания она вроде как и выиграла на этом и вроде как и многое потеряла но здесь вот вопрос она до сих пор существует в тридцатые годы они начинают делать такую потрясающую форму я думаю многие согласятся что форма третьего рейха одна из самых выразительных одна из самых хорошо сшитых форм в мире которые когда-либо были произведены это очень стильная форма очень это слово произнесу красивая форма эти все нашивки детали с немецкой скрупулезностью сделанные она очень сексуальная в конце концов форма и с одной стороны сейчас она у нас уже ассоциируется с кровавым режимом с режимом который унес миллионы людей а представьте себе если бы это была бы форма победителей если бы это была форма защитников если убрать вот эти черепа нашивки с костями с этой формы как бы мы ее по-другому используя вообще воспринимали и здесь можно опять поговорить о Сьюзен Сонте помните я вам рекомендовал ее книгу смотрим на чужие страдания о военной фотографии как фотография как одно и то же изображение попадая в разные контексты по-разному нами воспринимается это действительно для всего почему так важен и ценен сейчас экспозиционный дизайн почему он активно развивается потому что мы можем по-разному одну и ту же вещь показать и мы ее будем по-разному воспринимать и конечно же эта форма для многих сейчас воспринимается как нечто кровавое только потому что ее носили нацисты и можем ли мы вот как подходит часто к архитектуре уничтожать там сталинский ампир потому что он Сталину Сталину ассоциируется уничтожать архитектуру третьего рейха потому что она с третьим рейхом ассоциируется но это часть истории это память той истории ее наоборот надо сохранять о ней надо говорить по-разному транслировать чтобы каждый раз вновь переосмыслять вот то что тогда происходило ну и здесь я вставил такой известный мемас своего времени он весьма неоднозначный откровенно говоря и видно насколько красиво насколько хорошо эта форма сидит на человеке Хьюго Босс говно не шьет тут был такой лозунг несколько лет назад вот уж не знаю говно ли не шьет забавно что вот этот же Карл Дибич совместно с Фринцем Надом они во второй половине 30-х разрабатывали еще и фарфор для СС здесь сюжеты очень напоминают нам советский фарфор только другие призывы и другая символика вместо серпа и молота свастика перевернутая на задней части вот эти две молнии СС орел более что ли натуралистично изображаются некоторые вещи ну вот вы видите здесь медведи собачки олени в советском фарфоре они наверное даже в 30-е годы в период большей натуралистичности это называется соцреализм я бы я всегда люблю называть соцнатурализм вот даже в период 30-х годов наверное в советском союзе не настолько натуралистично изображали именно натуралистично а не нереалистично изображали животных здесь вот такая забавная история еще больше натурализма и вообще кстати говоря для переосмысления классического наследия, а в Третьем Жерейхе тоже переосмысляли его, как и в Советском Союзе, характере натурализма. Это удивительно, как вот они бок о бок идут друг с другом. Со свастикой выпускались и ёлочные игрушки. Вот здесь такие вот забавные красные ёлочные игрушки со свастикой. А это всё равно, что ёлочные игрушки с серпами и молотами. Просто по-разному это всё воспринимается. Но сейчас скрипи немножко трэшово воспринимаются ёлочные игрушки, конечно же, с серпами и молотами. Я согласен, потому что Советский Союз тоже развалился. Я думаю, в 80-е это тоже очень странно уже выглядело. Но, тем не менее, такое было. Ну, ещё один пример – это ёльский рождественский светильник. Он, в общем-то, ручной, сделанный из глины обожжённой, по-разному выкрашенный, с такими вот сердечками, с какими-то символами геометрическими, символическими. Понятно, что когда горит, можно туда внутрь поставить свечку, можно снаружи воткнуть. И это всё будет играть в квартире вот такими вот рисунками. И мы видим фотографию внизу, где сидят люди в форме, в форме Третьего Рейха. Стоят девочки, похоже, если кто-то смотрел фильм «Сияние», вот там такие же используются две девочки, которые идут постоянно друг рядом с другом в таких вот платьицах, беленьких, с венками на головах. И, наверное, эта фотография, снятая в 30-е годы, может быть, в 40-е, воспринималась как милый семейный рождественский праздник. А сейчас это выглядит очень крипово. И это ещё говорит о том, что мы совершенно по-разному воспринимаем изображение, всё что угодно, если за этим стоит какой-то контент дополнительный. В послевоенный период довольно интересно начинают использовать излишки военного производства. Вы знаете, что мирная промышленность в военный период переходила на военные рельсы. Ну, вот в Советском Союзе, в Ленинграде конкретно это очень хорошо видно. А в послевоенный период излишками того, что произвели, надо было что-то делать. Ну, например, слишком много было парашютов. И дизайнер, один из дизайнеров, его зовут Йенс Рис, в 43-м году, сейчас я немножко опущу, вы не видите подпись, к сожалению, здесь плохо я выставил камеру. Йенс Рис в 43-м году, он разработал такой вот проект, уже в военный период. Обратите внимание, что стул, он весьма в духе послевоенного модернизма. Он уже отсылает, если брать Советский Союз, к отепличной мебели конца 50-х, 60-х годов. В Германии к этому раньше перешли, к подобной мебели, к подобным разработкам. То есть стилистика эта уже присутствовала даже в 40-е годы. Вот возврат к этой утилитарности и простоте, которую пропагандировали в 20-е годы представители того же Баухауза. И это весьма рациональный продукт. Это, по сути, апсайклинг. Вы берете парашютный ремешок и плетением делаете мягкий элемент в этом стуле. По сути, вот эти излишки, они идут на сиденье и спинку этого стула. Очень эффективно и удобно. Вот еще один пример. Стул 44-го года, разработанный для Марфлота. Легкий, но не подверженный коррозии, из металла сделанный, чтобы он был прочным. До сих пор производится. Его можно увидеть, вот буквально недавно видел, на конюшной 2 в Буллхаупе. В продаже вы его можете потрогать, на нем посидеть. Довольно комфортный. Почему он до сих пор производится? В отличие от того же стула с парашютными ремешками. Парашютные ремешки кончатся, а металл нет. И поскольку этот стул можно использовать не только в интерьере, но еще и на улице, он серийно распространился и стал популярным. Это вот один из тех примеров военного дизайна, который вошел в массовый тираж и до сих пор пользуется популярностью. Теперь поговорим о фантомных танках армии духов, как ее называли в западных странах. Это армия духов. Для чего создавалась? Армия духов была нужна, чтобы имитировать настоящую военную технику. Здесь мы видим муляж немецкого танка перед Рейхстагом в 1932 году. Ну, зачем имитировали военную технику? Мне кажется, очевидно, чтобы отвлечь внимание от основных частей, чтобы не бомбили дорогую, да, там, дорогие танки, дорогие машины, а чтобы бомбили вот эти картонные деревянные макеты. Вы спросите, а как же можно перепутать вот эти картонные деревянные макеты с настоящими танками? Да вполне себе можно. Раньше не было таких технологий, как сейчас. А даже, кстати говоря, сейчас я видел современные фотографии, делают надувные корабли, даже надувные танки. Я не очень понимаю, как это работает в современных условиях, но, видимо, работает. Это военным лучше знать. А раньше, вот я вам буду показывать фотографии дальше с высоты полета самолета. Вполне себе, вполне себе можно перепутать. вот это вот уже 54-й год послевоенное время несут надувной танк. Забавно, вот эта пушка, она упала. Не знаю, как ее фиксировали. Видимо, если лучше надуть, то она так встанет просто, как в настоящем танке, и с ней можно будет атаковать. Вот это вот японский фальшивый танк, высеченный из вулканической породы 45-го года. И я думаю, ошарашенные американцы вполне себе такие, могли перепутать его с настоящим и бомбили по танку из говна и палок, по сути-то. Вот это вот танк, видите, с рисованными. Не знаю, как это даже назвать. Ну, гусеницы, наверное, так это можно назвать. Судя по рисунку, это даже не очень понятно. И это тоже японский манекен-пустышка на кинаве. Сделано из дерева. Издалека, видимо, можно было перепутать. Вот это вот очень хорошо сделанный танк. Действительно похож. на реальной. Есть забавная история, даже на плакатах такое было. Это в Италии было так распространено, что итальянские фермеры на переднем плане стоят этого плаката и такие удивляются, падают в оморок. Господи, какой кошмар. Мы что, вообще уже тут в военный период чокнулись? Как, значит, войска, которые вошли в Италию, они несут вот эти вот танки, буквально четыре человека несут один танк, и во многом это служило целем пропаганды, что вот сильные англичане, американцы, они способны поднять настоящий танк на свои руки. На самом деле это был надувной танк. Здесь надувной самолет, вы видите. Это сделанный из дерева танк. еще один пример. Надувной корабль. Это уж совсем, да, армия духов, вот такая вот штуковина, вообще поразительная. Надувная резиновая пушка 44-го года стоит тоже под элементом армии духов. Это такие вот тенты, которые изображают листву, они скрывают боевую технику от глаз. И это, в общем, тоже элемент армии духов. Вот здесь вы видите танк, который замаскировали, и пушку, который замаскировали под обычный автомобиль. Ну, тоже, в общем, автомобиль, наверное, менее ценен, чем этот танк. Ну, и по ним не бомбят. Здесь забавно, видите, какие маленькие танки, и они одеваются, это еще 31-й год, надеваются на автомобиле. Надеваете такой макет на автомобиль и разъезжаете себе. Вот здесь подробнее можно разглядеть. Соломенный танк, немецкий муляж танка, 18-го еще года, это конец Первой мировой войны, 14-18-й год, вот такие танки были в Первую мировую войну. А это резиновая армия, как она выглядит с высоты полета самолета, 45-й год. Ну, вообще, как настоящая, действительно, по ней спокойно летчик, который принимает решение в доли секунды, мог начать бомбить и разбомбить не настоящую армию, а вот такую муляжную. И вот здесь машина-танки едут по полю, учения проводятся. Маскировали не только машины или отводили внимание от настоящих танков, маскировали целые здания. И вот здесь вы видите пример маскировки Большого театра в Москве. Вообще потрясающе, как это делали. Не, не похоже. Причем вот эти боковые это явно деревья. Представляете, такие огромные деревья такого размера. Но если вы смотрите за несколько километров от Москвы в бинокль, то, наверное, можно перепутать культовые здания, ключевые, по которым бомбили в первую очередь, с рядовой застройкой. И здесь вы видите, как это довольно умело все замаскировано. Вот так маскировался Манеж. В военный период его спасли, а вот в Лужковске время он сгорел полностью. Там же выгорели все интерьеры и их перестраивали. Маскировали и Кремль. Не вижу никакого Кремля. Это очень странный пример. Вот видите, если посмотреть внизу, то стена разрисована под обычный дом. Красная кремлевская стена замаскирована. А вверху вы видите проект разрисовки Кремля. Причем видите, Спасская башня, она поделена на несколько домиков. Я вам так скажу, сохранилась немецкая военная аэрофотосъемка начала войны. И по этой аэрофотосъемке все, конечно же, видно. Где там Кремль, огромный треугольник посреди Москвы, как его не заметить. Там видно и большой театр, и сколько вы маскируете, не маскируете. Но если смотреть в бинокль, в подзорную трубу, там не знаю, сдалека, то, наверное, можно что-то перепутать. И наводкой прямой по другим объектам ударить, не по Кремлю. Видимо, это как-то работало. Я в военных вот этих делах совершенно не разбираюсь, поэтому вам точно рассказать не могу, как это все работало в реальности. Так маскировали Смольный. Кстати, довольно неплохо. Смольный сам по себе невысокий. Ну, я имею в виду Смольный не собор, кому нужно маскировать собор, особенно в советский период. Маскировали Смольный дворец, где заседали наши все эти правительственные органы. Его замаскировали под дерево большое. Сверху вы там видите это дерево. По размеру, в принципе, ну, ба-баб. Наверное, даже больше ба-баба, но задалека можно перепутать. А про Пиреи Смольного, которые сделаны в середине двадцатых, помните, я говорил, что, конечно же, конструктивизм развивался в двадцатые годы, но это был отнюдь не единственный стиль направления своего времени. В этот же период строили неоклассику, ее продолжают строить в тридцатые, просто в тридцатые это стало объектом желания, это стало ведущим направлением в проектировании, по сути, это единственно возможно благодаря Сталину. Вот эти пропилеи Смольного в неоклассическом духе, построенные в середине двадцатых, они замаскированы были вот под домик. Маскировали памятники культовые, медный всадник, его просто заложили землей, мешками, деревом, чтобы он не пострадал, и эта маскировка была ну больше для того, чтобы действительно бомбами его не повредили. А памятник Николаю Первому с другой стороны Исаакиевского собора его маскировали вот таким образом, очень странным. Его превратили в такую кучку непонятную, а рядом поставили деревянный макет. И даже были сообщения, что бомбили по деревянному макету. а не по реальному памятнику. Такие случаи забавные тоже были. Есть известный подвиг Шестакова Верхолаза, который замаскировал шпиль Петропавловской крепости, но замаскировал ее как? Чтобы он не блестел, чтобы не привлекал внимания вот этим своим бреском. Есть же известная история, что немцы бомбили по блестящим главкам церквей. Вот, замаскировал, чтобы ну меньше привлекало внимания. маскировали целые города. Ну, окей, целые поселки. Это может показаться странным, но вот военное производство, важное для страны, оно требовало сохранения. и здесь мы видим, как умело маскируются целые заводы и целые поселки рядом с этими заводами. Вот, обратите внимание, большая фотография показывает, как выглядел завод до маскировки. Сейчас я Кифи прогоню, у меня тут на кровать забралась. Кифи, а ну оттуда будет мне ползать по кровати. А на маленьких фотографиях, к сожалению, я крупнее не нашел. Вы видите, вот сейчас я чуть приподниму, там лучше заметно, видите, верхняя фотография? Это то, как этот военный поселок стал выглядеть после того, как на весь сверху наделен на него тент. Видите, там изображены поля, какая-то сельская местность, которую зачем бомбить вообще, для чего? То ли дело военный поселок с заводом огромным. И мы видим даже фотографии жизни под этим тентом. Видите, колонны установлены и на эти колонны закреплен тент. Вон они. И рапорт под этим тентом. Ну, понятно, что взлетно-посадочная полоса выходила уже потом, но ее красили так, чтобы она менее была видна. Машины вон стоят, целые улицы под тентом. Вообще потрясающе, как это делалось. теперь переходим к главному жанру, пожалуй, военной агитации. Это плакат. Сейчас разберемся с советским плакатом. Очень интересно вообще прослеживать развитие советского плаката с 41 по 45 год. Здесь вы видите Ленинград, разбомбленный Ленинград, людей, умирающих с голоду и с холоду и плакаты, которые были развешаны по улицам смерть детоубийцам. То есть они такие были знаете довольно суровые что ли и в них был какое-то переживание в этих плакатах. Потому что еще неуверены были, особенно в Ленинграде, что эта война кончится, что это все пройдет. Были неуверены, что вообще удастся победить. Немцы разбрасывали с самолетов на Ленинград листовки, там писали сдавайтесь, лучше же будет, иначе мы вас просто всех уничтожим в этой блокаде. Погибло много людей, около двух миллионов в Ленинграде. Это, конечно же, очень большие потери. Город так и не сдали. Он, в общем, выставил от осады, но потери такие, что сложно вообще назвать это победой. Вот, поэтому, наверное, эти плакаты максимально полно отражают настроение ленинградцев. Первые советские плакаты, плакаты «Родина, мать зовет», они очень суровые, 41-й год, «Ирак Литаидзе», с военной присягой, и вот в этих выражениях лиц видна даже, знаете, помимо вот этой вот железности какой-то такой, да, и что ни шагу назад, ну, ни шагу назад во многом, потому что за гряд отряды водили, да, люди просто были бы убиты своими, видна неуверенность, вот, на мой взгляд, видна неуверенность того, как вообще закончится эта война, что будет дальше. Немцы за несколько месяцев захватили Беларусь, Прибалтику, которая отошла Советскому Союзу незадолго до Украины, крупные города, миллионы людей, тысячи людей были отправлены в лагеря, убиты буквально за несколько месяцев в начале войны, и, конечно же, крупные, типа, Киева, Минска, центры советские, они были разрушены, захвачены, и это большие потери, катастрофические потери. Еще давайте посмотрим, как выглядели плакаты. Призывы были к народу, наши силы неисчислимы, причем в ход шли герои прошлого, Минин и Пожарский, вы видите, Александр Невский, Суворов, конечно же, Кутузов, в этот период начинают вспоминать героев царской России. Наполеона победили, победимы сейчас. Ранее всегда побеждали, победимы сейчас. Замечаете, сколько параллелей современной вообще идеологии российской, вот те же самые слова, иногда те же самые кальки используются, хотя, казалось бы, где Вторая мировая война, где наш период? И вот эти бесконечные можем и повторить, они, конечно, совершенно неуместны. Здесь опять 41-й год, да, и вот эта суровость такая вот, плакатная, она еще присутствует. конечно же, очень много Сталина. Сталин, который ведет советский народ к победе, или к чему он там ведет, хрен знает, тоже с таким весьма суровым лицом, за ним танки, самолеты, и боролись же за родину, за Сталина. моя бабушка рассказывала, как, когда Сталин умер в 53-м году, она где-то была то ли на рынке, то ли еще на Полюстровском, это недалеко от площади Калинина в Выборгском районе, Выборгский все-таки район, а не Калининский, хотя сейчас не помню, где там границы прилегают, но неважно. Они жили в Проховых и вот ездили на рынок в центр и на работу. И вот на площади Калинина собрался народ, сказали, будет объявление, и объявляют, что умер Сталин. И бабушка говорит, что люди заплакали, и заплакала я, хотя, говорит, я даже толком-то не знала, кто это, вот как сейчас многие говорят, я вне политики. Вот то же самое она, ей было вообще все равно, она говорит, я была девушкой, там ей 20 с лишним лет, насколько я понимаю, было тогда уже, и она не знала, кто такой Сталин, она знала, там слышала, но ей было все равно, она работала по дому, и вот до Сталина ей было вот вообще где-то там далеко, далеко, далеко. Даже я заплакала, я подалась вот этой общей волне, при том, что ей до этого Сталина вообще дела нет никакого. Были и такие вот сатирические, что ли, изображения, лицо гитлеризма, например, или плакат Сталинграда, ну вот Сталинград, который поверг наконец-то массово бесконтрольное продвижение немецких войск, лицо гитлеризма, гитлеры изображали в виде черта, в виде свиньи, рядом с висельницей, такого мохнатого, вот окна таз в Ленинграде сатирически изображали, значит, в таком, в духе комикса, что ли, даже не знаю, как это назвать, в картинок, которые рассказывают какую-то историю, что заставляет поднимать руки, протягивать ноги и смазывать пятки. А в сорок пятом году плакаты кардинально меняются по виду. Здесь мы видим уже улыбки, небо, счастливых людей, детей, в конце концов. Вы видите, да, если сравнить сорок первый год, плакат сорок первого года и сорок пятого, кардинально меняется стилистика и лозунги. Мы завоевали счастье нашим детям. И обратите внимание, что на плакатах сорок пятого года три флага. Советский флаг, американский флаг и английский флаг. Потому что это три страны-победительницы, которые завоевали мир. И на советских плакатах не чурались изображать американский и британский флаг. Это было нормой. Интересно разбирать плакаты на оккупированных территориях, которые делали гитлеровцы. Они, знаете, такие более, что ли, самодельные, менее продуманные, иногда даже не очень хорошо считывается изображение, потому что их рисовали местные художники, иногда дилетанты. Что входило в пропаганду гитлеровцев? Ну, во-первых, они небезосновательны. Говорили, что у вас пробощало НКВД, вот здесь вот серп и молот, в который врезается молния. Ну, или вообще советская власть пробощала. Конечно же, пробощало 38-37 год сталинские репрессии. Вспомнить тысячи, миллион практически людей были загублены, посажены в лагеря, умерли в этих лагерях, просто расстреляны. Это огромная беда российского человека, советского человека. Вот эти репрессии сталинские, вот эта машина террора, которая была развита, которая погубила огромное количество людей, повлияла на их судьбы. И, конечно же, небезосновательно, люди ненавидели советскую власть, многие. И гитлеровская машина использовала вот эти настроения в своих целях. В том числе гитлеровцы, конечно же, развивали ненависть к евреям. Да, во многих странах люди самостоятельно, в Литве, вот Каунасская резня, Польша, поляки, у них же сейчас, вот сейчас, кстати говоря, вот эти националистические настроения активно развиваются вновь. Сами поляки резали евреев, да это было во всех странах, в у нас стране тоже. Но, если брать оккупированные территории, то нацисты, они стимулировали к этим, к этой резне. Но часто эта резня, резня евреев осуществлялась руками не нацистов, не немцев, а местных жителей. Это та правда, которую далеко не все готовы принять. И когда уже польский президент извинился перед еврейским народом за резню, которая делалась руками поляков, учиненная в сторону, ну, в сторону евреев, то далеко не все согласились с этим в Польше. Ну, вот, плакаты вы здесь можете видеть. Демократическая наивность, ну, красный, с красной звездой солдат, он рубит голову советскому человеку. Или, например, приходит гитлеровец и поднимает этот кирпичный серп и молот с тела советского человека, наконец-то его освобождает. или вот это забавный тоже плакат, в таком ироническом духе сделанный, значит, рабочий, обычный, там, наверное, украинский, пахает земли, ему никто ничего не нужен, дайте только волю, дайте только землю, не мешайте. Это как у Жванецкого было, вам помочь или не мешать. И вот бегут за ним буржуи, коммунисты, там, и другие, и обирают его, обирают, и тут выходит из-за леса немецкий гигант, история с Гулливером похожая. Кстати говоря, немецкий гигант Сталина же тоже всегда изображали на переднем плане крупного, нереального размера, как человека, а такого, знаете, как, здесь можно вспомнить даже Египет древний, когда фараона, они были больше обычных людей. Вот, и он идет к украинскому рабочему, поднимает его на руку и спасает его тем самым. И тут написано германский гигант, твой настоящий друг. Английские плакаты имели свою неповторимую стилистику. Они такие, знаете, похожи даже на мультяшную в духе кролика Роджера. Ты забыл, она запомнила легендарный плакат английский. Шпионаж был очень сильно развит, и если сейчас вот это шпионаж и прочее, это часто надуманная и просто пропаганда и смакуемая тематика, что вот вокруг шпионы, там и прочие инагенты, то тогда это была реальная проблема. И часто в роли шпионок выступали женщины, которые сидели с различными офицерами в барах, чего-нибудь им там подмешивали, просто долго сидели там и напивался этот офицер и выкладывал ей какие-то военные секреты. Наверное, это правда была, хотя тоже надо, конечно, проанализировать, насколько много таких было случаев. И вот такие плакаты, ты забыл, она запомнила, они призывали к тому, чтобы не проводить время слишком упорно, слишком долго с такими женщинами, так скажем. Не спиваться в барах, не доверять. Это очень милый плакат и показательный, крутая инфографика. Вот Англия отличилась, конечно же, очень качественной инфографикой. представлены две шляпы, классическая английская шляпа и вот этот котелок. И надпись «Чем больше информации ты держишь под шляпой, тем целее будет тот, кто носит не шляпу, а каску». Ну, тоже верно, наверное. Вот это очень милый плакат «Оставь Гитлера мне, Сонни». Против того, чтобы детей брали на фронт. Ну, многие родители шли воевать, помогать, разбирать завалы, и дети бежали тоже вместе с родителями, и родители, многие брали этих детей, но плакат призывал все-таки эвакуировать их из Лондона, отправлять в специальные места, где они бы могли переждать, потому что все-таки даже разбирать завалы, это очень опасно. Ну, по понятным причинам не каждый мог так сделать, да, все-таки военный период. Нацисты сдаются каждый раз, когда женщина встает в ряды ЭТС. Были специальные организации, женские организации, которые помогали фронту, помогали армии, и вот этот плакат призывал вступать женщин в ряды этих организаций. Плакат просто здесь все понятно, выключи этот газ, экономить газ. Смотрите, да, какой рисунок такой вот. Это вам не суровые советские рисунки. Это очень милый домашний рисунок. И во многом вот эта домашность, она была выигрышной. Она не просто людей, знаете, вот как пушечным мясом с ним обращалась. Она в глубину души доходила до корней. Не сдаемся. Это уже нидерландский плакат, довольно странный, такой сомнительный даже с графической точки зрения, путаный, но маленькая свободная Голландия, которая не сдается. Американский плакат, он весьма патриотичный, ну, это характерно для Америки, но мы здесь не будем подробно останавливаться. Он пересекается по стилистике и с советскими плакатами, и с немецкими плакатами. А вот на немецком плакате мы поподробнее остановимся. Немецкий плакат, он же какой, он же не изображает кучу мяса, крови, и как немцы убивают людей вокруг. Нет, в Германии же многие не знали о существовании концентрационных лагерей даже, об этом стало известно позже, и многие даже не верили, как такое возможно. Это же пропаганда не кровавая. Изначально люди не призывали всех подряд убивать. Изначально они работали на патриотических чувствах людей. Проверили, не замечаете? Не, не замечаем. А потом уже это все дошло до этого кровавого месива, когда люди совершенно спокойно устраивали еврейские погромы, только потому, что им сказали, что во всем повинны евреи. И на германских плакатах изображался здоровый, такой красивый, сексуальный мужчина с светлыми волосами, ну, ариец, чистокровный ариец, который несет мир во весь мир, который борется с евреями, которые считались вредителями, ну, с точки зрения гиплеровской идеологии, борется с геями, с цыганами, это же тоже отдельная категория людей, которые ущемлялись, которые носили в концентрационных лагерях определенные татушки, знаки. Некоторые плакаты, они отсылают к стилистике немецкого вербунда и даже периоды экспрессионизма, вот то, что было в период Первой мировой войны, такая суровая стилистика, довольно угловатая, ядреная, изображение боком, вот этой стати немецкой с прямыми носами, да, и тоже такие серьезные лица, эсэсовские плакаты, и Гитлера, конечно же, изображали, как вождя нации, и здесь и немецкие плакаты, и украинские плакаты на оккупированных территориях, ну, если украинские, то здесь уже Гитлер визволитель. Солнечная Бавария, предгорье Баварии, холмы, значит, там идет крестьянин пашет землю, какие-то там городки маленькие, и на фоне этого всего Арика со светлыми волосами, со светлой кожей, которая вскармливает светловолосого, конечно же, ребенка грудью, такая богоматерь, что ли, традиционный сюжет. Вот так вот позиционировалась новая идеология в Германии. Ну, и, конечно же, надо сказать про оружие, если мы говорим про военный дизайн, мы не можем не говорить про оружие, я про него мало знаю, если честно, не хочу ничего знать, но важно показать основные виды оружия, которые тогда были широко распространены. Если брать Советский Союз, то это Георгий Шпанин и его проект с 40-го года ППШ 40, это тот самый, который высмеивал Рео в свое время по фашистам из ППШ, вот это вот то самое ППШ, это автомат, который массово был распространен в тот период, вот здесь мы видим на фотографии бойца с ППШ, да, да, у меня низкий уровень заряда, но мы скоро закончим уже эту лекцию, я думаю мы успеем, автомат Шмайсер 38-го года, Генрика Фолмера, который был распространен в Германии, как раз таки, это самый широко распространенный автомат немецкий, кстати, в основу этого оружия ложились прототипы еще с Первой мировой войны во многом, вот здесь немецкий солдат ведет огонь из Шмайсера, это винтовка Маузер 38-го года, в ее основу легли винтовки, которые используются еще в Первую мировую войну, ну и конечно же автомобили, если говорить про автомобиль, то главным продуктом военности военного времени, ну именно продуктом, который не остался военным, а перешел на мирный лад и вошел в массовое употребление, стал, конечно же, GP, или Jeep, как его по одной из историй неловко назвали журналисты в одной из газет, видимо, неправильно расслышали, Willis Overland, это специальный военный автомобиль без дверок, чтобы можно было на ходу заскочить специальным скрипежом для всякой лопат и прочего инструмента, который может понадобиться в военных целях, часто с тентом или без, внизу вы видите первый прототип этого внедорожника, действительно никаких дверок у него не было, а наверху более поздний образец, и вот этот Willis Overland GP стал прототипом для джипов, для компании джип, которая сейчас цветет и пахнет, по-моему, цветет и пахнет, вроде проблем у них нету, хотя могу ошибаться, в Советском Союзе разработали свой GP ГАЗ-64, он сделан на основе американского Оверленда, но он усилен, то есть он был более мощный, есть такая история, как под Москвой советские военные, а не советские солдаты, делали целые турниры, где соревновались на американских Оверлендах, которые по Ленд-Лизу в огромном количестве поступляли в Советский Союз, и вот этот ГАЗ-64, ГАЗ-64 был мощнее, да, действительно, его сделали более мощным, чем американский Виллис, но он и жрал больше, и, конечно же, блокадная полуторка, ГАЗ, АА, 34-38 год, очень привлекательная, очень продуманная, видите, сколько много элементов там в ней, даже вот эта защита от солнца, такой козырек, элегантный автомобиль, который использовался для передвижения по льду Ладожского озера, для спасения людей, для перевоза крупы, муки, для того, чтобы пекли хлеб, вот одним из хлебозаводов, который работал в блокаду, был Левашовский хлебозавод на улице Зеленина, сейчас вокруг него построили ЖК-футуристы, вроде как отреконструируют сам хлебозавод, подобный был и на Кушелевке, тоже до сих пор стоит, вот еще можно полюбоваться этим автомобилем, действительно, очень элегантный, очень, такой даже продуманный, красивый автомобиль, и то, как этот автомобиль едет по льду Ладожского озера, у меня от бабушки даже есть история, как ее ребенком эвакуировали в Рейнбург, по-моему, ее эвакуировали, как ее передвигали по этому льду, и она видела, как рядом с соседней машиной упала одна из бомб немецких, все, у меня разрядился, к сожалению, разрядился, к сожалению, компьютер, но это был последний, в общем-то, слайд, тут вот видите, можно посмотреть, что у меня в квартире, немножко лайфстайла, кошечка, наверное, не выбежит за эти несколько минут, что я, давайте ее найдем, раз уж на то пошло, раз уж у меня компьютер отключился, Ваня, ты не знаешь, где кошка? Мы ищем кошку, па-бам, кифечка, скажи мяу, в общем, я думаю, на этой ноте мы и закончим, книгу, которую я могу вам порекомендовать, это Владимир Аронов, дизайн, история дизайна, она продается в магазинах от 45-го года до 90-х, у него есть еще часть первая половина 20-го века, но я ее не могу найти в магазинах, там он подробно говорит и о военном дизайне, и о том, как он развивался в послевоенный период, как это все повлияло военная история на мирный дизайн уже после 45-го года. Кифечка, ну ты не скажешь мяу? в общем, не будем мучить Кифечку, все, до свидания, спасибо.